Шалом алейхе, малахе, а шарит, малахе, альйон, малахе, рахамим, мелах, малахе, амелахи, аня, шарит. Снимаем другой вопрос, но так как сегодня в новостях фигурирует Флорида, штат, и синагога, мимо этого пункта пройти мы не можем. Смотрите, как мы знаем, сегодня вот эти вот вопросы про чойс, про лайф по поводу абортов вызывают множество дискуссий, целые какие-то армии сторонников одного мнения, другого мнения появляются. И мне казалось, что синагога иудаизм и такая консервативная позиция про лайф, хотя мой оппонент Кирилл Валерьевич Задов, ардоксальный еврей, он как бы про чойс все-таки выступает больше. И вот сегодня синагога подала иск штату Флорида из-за их закона о абортах, который запрещает после 15 недели делать аборт, потому что это ущемляет права иудеев. И вот у меня возник вопрос, что говорит об этом Тора и еврейский народ, он за аборты, если да, то почему, и если нельзя делать аборты, то нет, и почему. Потому что у меня очень неоднозначное мнение по этому поводу, и мне кажется, что каждый кейс, он индивидуален, нужно его рассматривать в частном порядке, а не просто общим скопом. Что говорит об этом Тора? Вот это вопрос, который сегодня возникает у многих, я думаю, что где-то ближе к выборам мы к нему будем возвращаться все чаще и чаще. Окей, слава богу, что вы мне задали этот вопрос не ближе к выборам, потому что задали этот вопрос просто ввиду той ситуации, которая есть, и того понятия, которое существует в современном мире, то реалии, а они никак не связаны с предвыборной программой. Еще раз, 28-й, 2013-й раз повторяю, я категорически вне политики и ни в коем случае не преследую никаких политических интересов, и вообще все это дело очень не люблю. Но, нет, не аборт имеется ввиду, а вообще политические распри. На самом деле, это вопрос очень серьезный, я просто хочу сразу подчеркнуть, что так как это вопрос без подготовки, а в данном вопросе есть очень много достаточно точных законодательных моментов, то я не хочу, чтобы рассматривали мои слова как какое-то еврейское законодательство. Как правильно сказали, Руслан, по таким вопросам в каждой ситуации напрямую нужно спрашивать у компетентного раввина, и каждый такой вопрос должен рассматриваться. Именно поэтому я, честно говоря, я очень мало смотрю, слушаю новости, и я не знал об этом иски и так далее, но если синагога подает иск против правительства штата, которая не то, что запрещает аборт, а там, насколько я понимаю... Там регуляция есть, да, то есть после 15 недели, если ты не пришел, не сделал аборт, то уже тогда идет под угрозой жизнь матери, прежде всего. Да, то я так предполагаю, что это не ортодоксальная синагога, потому что в общем-то ортодоксальная синагога никогда такие вопросы не будет поднимать, никогда не это ортодоксальная община, а мне кажется, здесь все-таки какое-то вение американского либерализма, который категорически присуще еврейской общине, в первую очередь не ортодоксальной, ну, которым все время хотят показать, что они еще больше прогрессивные, чем сам Папа Римский. Ну, не будем даваться подробностей, да, я сам присутствую как-то в ситуации, где был вопрос и ответ, не буду говорить с кем, но правым политическим деятелем, который категорически совершенно не является евреем, и какой-то человек начал что-то там выступать против Израиля и говорить о том, что вот там гуманитарный кризис и так далее, и тот ему сказал, я вообще за Израиль и так далее, он говорит, нет, ты мне не будешь говорить, я вообще раввин, он говорит, какой ты надкоровин, если ты так выступаешь против Израиля, он говорит, потому что это все в Торе написано, это гуманитарные понятия и так далее, на что ему этот нееврей политик говорит вообще, то, что в Торе написано, это в Торе написано, зачем придумать какие-то новые вещи, если тебя это не устраивает, это твое решение, но не нужно, пожалуйста, свое счастье натягивать на кого-то другого. И вот здесь заключается как раз отношение к вопросам аборта к иудаизму. Давайте сразу скажем, что одна из ключевых заповедей, которая есть в Торе, которая относится не только к Торе, а ко всему человечеству, это, как вы знаете, плодиться и размножаться. Теперь, давайте, потому что мы любим это дело, мы с вами об этом говорили уже неоднократно, что в иудаизме, это большая, я еще раз, 28-й, 2013-й раз повторяю, это большое заблуждение, что в иудаизме разрешено заниматься сексом только для продолжения рода. Есть две отдельные заповеди. Заповедь продолжения рода про урбу плодиться и размножаться, и есть то, что называется митсват онут, заповедь того, что, дорогие мужчины, вы должны сексуально удовлетворять своих жен. Потому что, во-первых, заповедь плодиться и размножаться, она не распространяется на женщин, а распространяется только на мужчин. Но, надеюсь, дорогие мои, вы догадались, что без женщины это сделать как-то невозможно. Поэтому женщина делает вам одолжение, что, я говорю сейчас еще раз о мужчинах, имеет с вами секс. И поэтому есть еще одна заповедь, что вы должны сексуально удовлетворять свою жену. И все легенды про простыни с дыркой, про какие-то там закрытые глаза и так далее, это оставьте для русской прессы с Brighton Beach Avenue. Сексуальная жизнь в иудаизме является центральным моментом и очень развита, и много вещей с этим связано, и законов, и есть специальные курсы, которые женихи с невестой проходят перед свадьбой и так далее. Обращайтесь, я все объясню. Поэтому нет такого, что если там жена не может рожать или не беременеет, то нельзя заниматься сексом. Более того, если говорить, расширить чуть-чуть эту тему, сейчас мы пойдем к абортам тоже, то вопрос контролирования беременности, он зависит в первую очередь, знаете от кого? От вашего врача. Потому что должен быть врач компетентный, который принимает желательно соблюдающий тору и заповеди, который знает, что у нас есть заповедь плодиться и размножаться, и поэтому он должен не на основе каких-то социальных факторов и так далее, о том, что вам нужно строить карьеру или что-то другое, а в первый вопрос, который выясняется, или это не вредит здоровью женщины. И поэтому есть определенные контрацептивные средства, которые позволены в иудаизме для того, чтобы охранять здоровье женщин. Если вы мне сейчас будете говорить о том, что вот, а мало ли могут родиться больные дети и так далее, во-первых, это статистика. Во-вторых, в иудаизме это тоже продумано. Мы можем потом посвятить отдельную нашу встречу. Есть замечательная организация, называется Дор Ешарим, которая гораздо все развитее, чем в нерелигиозном обществе. Эта организация занимается тем, что она делает анонимный датабейс женихов и невест, где проверяются на различные генетические отклонения, заболевания и так далее. И перед тем, как парень с девушкой идут на свидание, они подают запрос в эту организацию, и если они проходили эти тесты, они просто говорят «да» или «нет». Никому не разглашаются никакие заболевания, никакие что. А до того, как парень с девушкой вообще еще намереваются встречаться, то проверяются, или у них нет проблем, если они собираются жениться и иметь детей, с генетическими заболеваниями на основе современных статистических данных, науки и так далее. Я понимаю, что генетика – это разратная девка западная, как там получилось и так далее, но она далеко, давным-давно стоит на службе иудаизма. Почему? Потому что, опять же, западет плодиться, она критическая, и, слава богу, сегодня у нас есть огромное количество возможностей людям, которые не имели возможности иметь детей. Да, иметь детей. И IVF, и суррогатные различные… Опять же, это очень широкая тема в иудаизме с большим количеством деталей. И здесь, конечно, нужно прийти к вопросу аборта. Понятно, что вопрос аборта категорически запрещен в иудаизме. И поэтому для меня очень сюрприз, что есть вообще такой момент. То, что мы говорили о контрацептивных средствах, напоминаю, что основной принцип контрацептивных средств, я скажу общий принцип, здесь, надеюсь, все взрослые люди, это в том, чтобы не было нарушено заповедь, есть отдельная, очень-очень строгая заповедь, беспричинного семяизвержения. Соответственно, мужское семя должно попадать только в одном направлении. И поэтому любые контрацептивные средства, которые приводят к беспричинному семяизвержению, они категорически в иудаизме запрещены. Что, я надеюсь, все взрослые люди, и еще раз, в иудаизме не существует табу, и эти вопросы очень много обсуждаются. Мой Роши Шриба, глава Шриба, который я получал часть своего раввинского диплома в Иерусалиме, является одним из важнейших специалистов в этих вопросах, в вопросах всех искусственного оплодотворения и так далее. И посвящил в тело много книг и трудов, и сам был найден на семинаре, который он проводил на эту тему в больнице со всеми научными исследованиями и так далее. Поэтому контрацептивы, которые разрешены, это те, которые не приводят к беспричинному семяизвержению, надеюсь, вы догадались, идет речь о противозачаточных таблетках. Спасибо развивающейся науке, которая позволяет такие возможности. Принятие решения зависит от каждого конкретного случая на основе медицинского заключения и заключения вашего раввина, компетентного раввина. Вернемся к абортам. Есть определенные разрешения, когда идет речь о опасности для жизни ребенка и матери, я не хочу сейчас давать точный факт, потому что, опять же, это вопрос без подготовки, тут есть, это абсолютно точная наука. Если мнение изменяет память, то идет речь о первом триместре. Если в первом триместре, по всем мнениям, это приносит, может привести к опасности для жизни ребенка и матери, то нет никаких других вариантов, то, если я не ошибаюсь, идет речь именно о первом триместре, то в экстремальных случаях это разрешено. Но при этом я скажу сейчас свое личное мнение. У нас есть огромное количество заповедей. Это не единственный запрет, который есть, это не единственный запрет или повелевающий заповедь, который есть. Основная идея иудаизма — это свобода выбора. Никто не работает у Бога бухгалтером. Я надеюсь, вы понимаете. И ваше отношение с Богом — это ваше глубоко личное дело. Это не нужно ни вашему рабину, ни даже любавическому рабе. Это ваше личное отношение с Богом. И поэтому только вы можете принимать решение нарушать или не нарушать ту или иную заповедь. Вся идея свободы выбора заключается в том, что в каждой пересечении времени и пространства вы можете принять решение. Вы делаете то, что Бог от вас хочет, или то, что Бог не хочет. Но как в любом решении, есть последствия. Оно само... В этом и вся идея, в общем-то, идея проклятия, которая приводится в Торе, когда Всевышний говорит «Им тилху и ми керри». Что если будете идти со мной керри, часто переводится... Я даже давал лекцию об этом всегда в синагоге недавно, когда мы читали перед праздником, потому что вот эти проклятия... Если вы посмотрите в русском переводе, то слово «керри» переводится «будете идти против меня». На самом деле слово «керри» в английском переводе оно приводится правильно, происходит от слова «микре» — случайность. И то, в чём заключаются все проклятия, которые Всевышний нам говорит о том, что если вы не будете слушаться моих заповедь, то будет вам такая секирбашка и так далее. Но если вы всё равно будете со мной керри, имеется в виду, думаете, что всё случайно произошло, и к вам это не имеет никакого отношения, и нет никакой причинно-следственной связи, то будет вам ещё наказание. И ещё пока не поймёте, что у всего есть причинно-следственная связь. Иудаизм, он категорически интеллектуален. И поэтому основная идея... Я не говорю о нормальном религиозном атеизме, который существовал на заре этого движения, а на сегодняшнем атеизме, который по большому счёту нужно называть по-другому, который заключается в том, что мне всё по барабану, то есть это не атеизм. Это что я делаю то, что я хочу, и мне ничего за это не будет. Дамы и господа, будет. У всего... Это простая логика. У всего есть причинно-следственная связь. Свобода, она остаётся. Вы принимаете своё решение, как вы считаете нужно. Но у всего есть последствия. Поэтому я бы сказал... Опять же, здесь я больше не хочу... Это действительно очень серьёзный вопрос. И поэтому ещё раз настаиваю, что если у вас возникает такой вопрос, обратитесь к ним компетентному раввину. Я не считаю себя абсолютно компетентным, раввином, но вы можете обратиться ко мне, пожалуйста, на фейсбуке, напишите сообщение, и я сто процентов вас свяжу с тем, кто разбирается досконально в этих вопросах. Но мне кажется, что на государственном уровне не должны быть запреты и так далее. Это не моё дело, я не включаю... Совершенно не хочу, чтобы вступать в политику. Тем более, что в Америке, по идее, государство должно быть отделено от религии и наоборот. Но решение всегда принимать вам. И просто задайте себе вопрос. Учитывая, что, надеюсь, вы более-менее интеллигентные люди и понимаете, что у любого решения есть последствия, всего есть причина-следственная связь, просто задайте себе вопрос. А что от вас хочет Всевышний? Это правда. Это правда. И честно, для меня бы этот вопрос в контексте всего происходящего не стал бы так актуальным, когда если бы там не фигурировала именно синагога после общения с вами. Это у меня вопрос именно возник, и хотел его адресовать именно вам. И вдогонку можно вопрос? Если вы говорите, есть консервативные синагоги, есть такие неолиберальные, либеральные, давайте назовем их так, а внутри иудаизма есть какой-то контроль за этим, как-то ортодоксальная, каноническая синагога отслеживает все эти нововведения, как-то с ними ведутся разговоры? Нет, это, извините, Руслан, это типичный вопрос человека, который вырос в русскоязычном обществе. Должно быть начальство. Вот, у меня это вопрос, да. Опять же, это все ваш личный выбор, слава богу. Это для людей, которые приезжают, особенно сейчас из России, где есть понятие главного рабина, который действительно выполняет функцию главного рабина, не как в Израиле, где это абсолютно номинальная должность, чисто политическая. Нет, у нас почти свободная страна. Иудаизм предусматривает, что нету, кроме как во времена храма верховного суда, нету централизованной власти. Поэтому ты хочешь изобретать новые колеса, иди изобретай. Но если они не будут ездить, не нужно, когда ты изобретаешь новый иудаизм, не нужно называть это иудаизмом. Иудаизм есть, он будет, и он будет есть. Все будет с ним хорошо. И от того, что, как сказал Раф Шимфольгирш, который величайший немецкий раввин, который же во времена основания реформистского движения, его называются прорцом ортодоксального движения, чего он категорически был против. Почему? Потому что он говорит, для нас все евреи. Это только те, которые против нас, начали нас делить на таких евреев, или таких евреев. Мы не ортодоксальные евреи, мы просто евреи. Те, которые хотят что-то придумать новое, они нас называют ортодоксальными. Нет, иудаизм существует последние три с половиной тысячи лет. Да, он переживал различные модификации ввиду исторических процессов. И Тора, это живой организм, он все время развивается, как только что мы с вами обсуждали вопросы генетики и так далее. Это все постоянно развивается вместе с этим. Самая большая проблема, это когда тебе что-то в облом, и ты не хочешь что-то соблюдать, потому что тебе лень, это нормально. Но когда ты под это пытаешься подвести идеологию, придумать что-то новое просто, потому что тебе что-то не нравится, это уже проблема. Я называю разницу между ортодоксальным и неортодоксальным евреем в том, что еврей, который ничего не соблюдает, но знает, что это нужно, но ему в облом, это уже ортодоксальный еврей. Реформистский еврей, это тот, который свой облом хочет подвести под это идеологию а вот это как вы знаете уже говорил об этом много идеологии это очень опасная штука и продажная девка на в отличие от генетики поэтому дамы и господа называйте своими именами это тема достаточно широкая тема не уложится в этот формат но я надеюсь что вы понимаете что лучше покупать как говорится real product да то есть то что есть нас на самом деле новые видения новое изобретение пусть они пройдут испытания времени как три с половиной тысячи лет канонического иудаизма а потом мы поговорим потом поэтому иудаизме нету того что вот кто-то сделал что-то новое сейчас мы покажем это как раз проблема она постоянно происходит но мы сидим тихо подчиняем свой примус был даже не столько из-за советской зашоренности сколько из-за какой-то коммерческой сегодняшний вот жилки когда защищают бренд понимаете то есть я же могу сделать вот иудаизм бренд раскрученный завтра открою синагогу с фиолетовыми лосинами и зелеными волосами буду называть себя евреем иудеем и буду засывать к себе руслан да на здоровье спрос рождает предложение хотите открывать но какое отношение имеет ко мне вам никакой но просто ваш то я же буду ставить во главе угла ваше название поэтому мне вопрос возник есть ли какой-то контроль это не значит что я буду ходить в эту семью буду ходить в свою синагогу вы хотите придумать что-то новое делайте есть у вас спрос на здоровье но только недавно не нужно как я уже сказал свое счастье натягивать на кого-то другого которому и так хорошо действительно на ребята ваше счастье это ваши проблемы можно так сказать спасибо огромное был раввин ашар альшурия услышим следующую пятницу шаббат шалом еще шаббат шалом пока